Коллеги, здравствуйте. Меня зовут Феликс Неботов. Я координатор направления контекстной рекламы в агентстве Медиа 108. А это мой коллега Тимофей Жюлев. Он менеджер по интернет-маркетингу в компании Самолет. Мы хотим рассказать вам про наше охватное размещение в прошлом году на Яндекс.Главный. Длилось оно два с половиной месяца. Мы продвигали бренд группы компаний Самолет. Тимофей, тебе слово. Коллеги, здравствуйте. В первую очередь начиная рассказ о нашем размещении на Яндекс.Главный. Стоит сказать пару слов о компании. Группа компаний Самолет достаточно молодой девелопер. Мы были основаны в середине 2012 года. В 2014 году реализовали первый ЖК. И на данный момент у нас реализовано 8 жилых районов и введено в эксплуатацию более 1 миллиона квадратных метров недвижимости. За это время мы заняли второе место среди застройщиков московского региона и шестое по России. Планируя рекламную кампанию на Яндекс.Главный, мы ставили следующие цели. Во-первых, увеличить узнаваемость бренда группы компаний Самолет. Во-вторых, рассказать потенциальным потребителям о прагматик-классе жилья, который мы разработали. Укоренить этот термин на рынке, связать его с нашей компанией и рассказать потенциальным клиентам о всех преимуществах класса жилья. Так что же такое прагматик-класс? Во-первых, это квартиры с полной отделкой, 2 миллионов рублей, что достаточно недорого. После ввода в эксплуатацию ЖК клиент может сразу въехать в квартиру. Там уже будет чистовая отделка, двери и сантехника. Мы строим быстро. Средний срок от котлована до сдачи дома 18 месяцев. Строим монолитные кирпичные дома, срок службы которых достигает 150 лет. И также мы предлагаем своим клиентам делать рациональную, а не эмоциональную покупку. Но, наверное, самое главное, что это все не маркетинговые слоганы, не реклама. Это результат оптимизации бизнес-процессов и внедрения бережливого производства в рестроительстве. Во время размещения на Яндекс.Главный доля интернет-рекламы составляла примерно 40%, 27 из которых приходилось на Яндекс.Главный. Ну и у нас был следующий сценарий взаимодействия с пользователями. Так как у самолета много ЖК, мы отправляли пользователей на основной сайт самолетgroup.ru. Вот так выглядел первый экран на дисктопе, когда пользователь заходил на сайт. Мы предлагали ему ознакомиться с Pragmatic классом. Это был такой целый лендинг. И когда пользователь доскролливал вниз, он видел витрину с ЖК и, соответственно, с минимальной стоимостью, с действующими акциями и названиями всех ЖК. Из этого сложилось несколько основных сценариев поведения пользователей. То есть те пользователи, которые зашли на посадочную страницу, ознакомились с форматом жилья Pragmatic класса. Это первый сценарий. На них мы крутили ретаргетинг на главный сайт самолетgroup.ru с разными креативами. Зависело это от флайта на главной странице Яндекса. И второй сценарий — это те пользователи, которые зашли на посадочную страницу и перешли на какую-то конкретную карточку ЖК и интересовались ей. Соответственно, пользователь мог перейти на несколько карточек ЖК. Тогда мы крутили ретаргетинг уже на основные сайты этих ЖК и показывали действующие акции по конкретному ЖК для пользователя. Дополнительно мы настроили корректировки в директе на всех, кто видел баннер. Это было 10-15%. А на всех, кто перешел на сайт и был вовлечен, то есть не отказной пользователь, где-то 20-30%. Если говорить о креативах, то мы предлагали пользователям самостоятельно дать оценку нашему продукту, оценив те или иные преимущества Pragmatic класса. То есть мы использовали в креативах посылы такого плана, что просто посчитайте стоимость метра, просто оцените готовую отделку, просто оцените долговечность монолита и так далее. По окончанию рекламной кампании мы выяснили, что наиболее кликабельными оказались баннеры, содержащие в себе информацию о стоимости метра и выгоды от готовой отделки. Самым кликабельным оказался динамический баннер, предлагающий просто посчитать стоимость метра. Несколько хуже отработал баннер, показывающий экономию во времени от готовой отделки в квартире. Ну и дальше немного результатов. Статистику всю предоставил Яндекс. Первый результат – это то, что увеличился спрос к бренду по PostView конверсиям. Он составил приблизительно 40% на время проведения рекламной кампании. Второе – это появился спрос к квартирам Pragmatic класса. Ранее его не было вообще. В августе он достиг пика. По запросу Pragmatic класса это было 4,5 тысячи запросов. Немного по поводу трафика, который мы получили на сайте наших ЖК. Это было приблизительно 45% всех визитов, которые видели баннер, зашли потом на сайте ЖК самолета. И эти пользователи показали лучшие поведенческие факторы, чем пользователи контрольной группы. Пользователи контрольной группы – это те, которые не видели баннера на главной Яндексе. Соответственно, те пользователи, которые видели баннер на главной Яндексе, у них была больше глубина просмотра, они дольше проводили время на сайте, и у них был меньший процент отказов. Ну и немножко информации по конверсиям. На сайте самолетgroup.ru была форма обратного звонка. По ней мы получили 44% конверсий, в том числе PostView, PostClick, LastClick. Это те пользователи, которые видели баннер на главной странице Яндекса. При этом хочу отметить, что по LastClick пришлось около 1% всех конверсий, и PostClick – это 6,2% конверсий. Что касается звонков. Мы получили приблизительно 53% всех звонков от пользователей, которые видели баннер и перешли потом на сайт ЖК. 4,6% звонков – это были PostClick звонки. Также у тех пользователей, которые видели баннер на главной странице Яндекса, их конверсия была выше на 27%, чем у пользователей, которые не видели баннер на главной Яндексе. Ну и вот краткие выводы по аудитории, которая видела баннер на главной Яндексе. Эта аудитория была более вовлеченной. У нее была выше глубина просмотра сайта. Она проводила больше времени на сайте. У нее меньше CR… ой, меньший процент отказов и выше CR в звонок. Если говорить о результатах, несколько их резюмировать, то можно сказать, что на 39% увеличился спрос по брендовым запросам. На 27% увеличился CR в звонок у пользователей, которые видели баннер. 45% всего трафика сайтов ЖК составили пользователи, которые каким-то образом взаимодействовали с баннером на Яндекс.Главный. И конверсия из целевого звонка в бронирование у людей, которые взаимодействовали с баннером составила 31%, что на уровне органических конверсий и значительно выше конверсии аудиторий из тематических площадок или контекста. Если подводить некоторые итоги и сделать выводы, то мы считаем, что рекламная кампания была успешной, и все цели, которые мы перед собой поставили, были достигнуты. Мы увидели много достаточно интересных результатов. И хотя по такому поверхностному анализу эффективности, то есть по ласт клику эффективность была не очень, более глубокий анализ показал, что размещение на Яндекс.Главный дал нам большой прирост в конверсиях и трафике. Ну и несколько рекомендаций от агентства Media108 по размещению на Яндекс.Главный. Обязательно используйте главный, если вы хотите увеличить ознаваемость бренда, и ваш продукт рассчитан на массовый сегмент. В недвижимости это квартиры стандарт и комфорт класса. На баннерах старайтесь показать бренд объекта с первого кадра. Для начала воспользуйтесь базовыми тарифами главный. Обязательно привяжите пиксель Яндекс.Аудитории к баннерам, ну и настройте повышающие корректировки на тех, кто видел баннер и тех, кто переходил по баннеру на сайт. Догоняйте ретаргетингом тех, кто видел баннер и используйте разные сценарии ретаргетинга. Спасибо за внимание. Спасибо. Спасибо.